МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы проверить здоровье полости рта и узнать о состоянии зубов, теперь не нужно идти в поликлинику. Школьники могут сделать это прямо в учебном учреждении. Здравствуйте. Здравствуйте. Смешно. Аня Парина стоматологов не боится. На осмотр идет с интересом. Прямо сейчас девочка узнает, правильно ли ухаживает за собственными зубами. Открываем ротик широко. Умничка моя. Молодец. Специальный аппарат сканирует зубную эмаль и показывает, есть ли на ней налет. И хорошо чистить зубки. Нигде налет не окрасился. У Ани все в порядке. Врач рекомендует ей лишь профилактические осмотры раз в 6 месяцев. Помощь специалистов-стоматологов стала доступной в школах благодаря уникальному городскому проекту «Здоровье с молоду». В его основе три направления. Правила здорового питания, физическая активность и профилактика стоматологических заболеваний. Эту часть врачи детского отделения Химкинской стоматологической поликлиники взяли на себя. Ожидаем от него работы совместной образования, здравоохранения и администрации города. Оно будет заключаться в проведении уроков здоровья в школах, в работе с педагогами, в работе с родителями, для того, чтобы донести до них, как важно и как это нужно сохранить здоровье наших жителей. Пройти плановую проверку, сделать гигиеническую чистку полости рта или, например, вылечить кариес на начальных стадиях может каждый желающий ученик. Если проблемы достаточно мелкие, стоматолог может решить их в рамках кабинета школы. Если какие-то необходимые дополнительные вмешательства, которые, скажем так, за рамками тех технических возможностей, которые есть в школе, то, безусловно, он направляется в стоматологическую клинику. В рамках проекта «Здоровье с молоду» врачи-стоматологи проводят лекции для старшеклассников и уроки в игровой форме для тех, кто помладше. Например, чтобы рассказать о гигиене полости рта первоклашка, достаточно показать и мультфильм, а еще лучше продемонстрировать все наглядно. Берем зубную щетку и чистим зубы сначала с поверхности жевать. Чем мы пережевываем пищу? Десять раз. Маленькие зрители явно заинтересованы и увлечены такой подачей. На протяжении всего урока задают вопросы. Еще бы, ведь полученные знания теперь придется применять на практике. Зубную нитку я никогда не пробовала чистить, если только мне мама там чистит. Иногда. Щеткой я чищу два раза в день. Тут еще ополаскиватель. Я не знала, что такое. Не, ну я знала, что какой-то такой, типа того есть, взрослый мятный. Я пробовала вот этот мятный, он сильно мятный. Там как будто мяты. По словам медиков, такие занятия не только повышают уровень знаний о здоровом образе жизни, но и помогают ребятам перебороть страх перед походом к стоматологу. Обучение все происходит в игровой форме. У нас централизованные представления есть. И, соответственно, дети просто располагают к стоматологам. И они идут, бегут буквально. Важно акцентировать внимание именно на пропилактике стоматологических заболеваний. Для того, чтобы и дети, и взрослые посещали стоматолога раз в полгода. Обязательно. На сегодняшний день в Химках уже семь школьных стоматологических кабинетов. Учебные учреждения охотно соглашаются на сотрудничество. В рамках программы «Здоровье с молоду» количество кабинетов стоматолога в школах планируют увеличивать. Большой каскачок в детской стоматологии. Многолетняя работа наших стоматологов. Сейчас вот они уже, как говорится, дают плоды. И дальше продолжают развиваться. Потому что открытие детских кабинетов в школах – это, я считаю, очень большая заслуга именно наших стоматологов. Чтобы поддержать здоровье полости рта, прежде всего, уверяют специалисты, необходимо правильно питаться. Детскому меню в школах уделяют пристальное внимание. Блюда готовят исключительно из натуральных продуктов, богатых витаминами и микроэлементами. В рационе школьников всегда есть крупы, мясо, рыба, ягоды и сухофрукты. Убедиться в качестве школьного меню может каждый родитель. Регулярно комиссия общественников во главе с мамами и папами пробует еду в учебных учреждениях. Повара принимают замечания и вносят коррективы. Есть определенные особенности восприятия детей, которые нужно обязательно учитывать. Не только соблюдать соотношение белов, жиров, углеводов и витаминов, но еще и понимать, как выглядит блюдо, какова его подача, чтобы ребенок с удовольствием его съел. И бывают определенные особенности, когда нам нужно просто немножко чуть-чуть изменить технологию приготовления, и мы уже качественно увеличим процент детей, которые съедят это блюдо. В округе заботятся и о том, чтобы не только основное питание, но и детский перекус был полезным. В качестве альтернативы чипсам, сладким батончикам и газировке предлагают правильные снеки. Хлебцы, овощные и фруктовые сухарики, батончики из злаков, орехов и ягод. В планах установить в школах специальные автоматы, где каждый школьник сможет купить для себя продукт правильного питания, в котором не будет консервантов и сахара, главного источника детского кариеса. Однако, чтобы реализовать задуманное, прежде всего, говорят специалисты, необходимо привить культуру правильного питания не только детям, но и их родителям, чтобы вместо вредных сладостей взрослые покупали полезную еду.